Рада приветствовать вас на Дукаскопе ТВ, выпуске новостей индустрии при поддержке агентства Липрейт в этот четверг. В разгаре старая добрая битва за контроль на GFI Group, межидилерским брокером по деривативам, которые обслуживают банки и другие финансовые учреждения по всему миру. Сперва CME Group сделала предложение купить 83% GFI за 4 доллара 55 центов за акцию. Но предложение было побито конкурентом GFI BGC Partners, который сделал непревзойденное предложение в сентябре. Теперь CME подняла свое предложение до уровня BGC. Пока остается непонятным, почему акционеры примут предложение CME, а не BGC, которые практически предлагают одну и ту же цену. Китайский брокер Goatai Junan Securities получил одобрение на начало торгов на межбанковском рынке Forex. Это ознаменовывает наибольшую реформу на рынке Forex с того момента, как Центробанку двуил дневной диапазон торгов с юаней в марте. Компании разрешат вести торги на спотовом рынке, занимать позиции по купле-продаже валюты и заключать сделки в Renminbi и вести бизнес-форекс деривативов. Intercontinental Exchange огласила внесение в список пяти контрактов по торгам фьючерсами и клирингу на ICE Futures и ICE Clear в Сингапуре. Первая часть продукта включает следующие региональные контракты по фьючерсам – мини-ICE Brand Crude, One Kilo Gold, Chinese Cotton No.1, Chinese White Sugar и Chinese Renminbi. Сингапур – третий крупнейший в мире центр межбанка институционального Форекса. Это замечательное место, откуда ICE может предлагать новые фьючерсные контракты в Renminbi. Японская Форекс фирме Monox Group объем сделок растет уже третий месяц подряд. После октября объем вырос на еще 5,5%. Ноябрь стал месяцем самой большой трейдерской активности для Monox Group после прибыльного прошлого лета. Даже в октябре прибыльность выросла на 18,5% по сравнению с сентябрем. Посреди невероятного прибыльного месяца для Monox Group ее дочерняя фирма в Северной Америке Trade Station переживает весить сокращение дневного оборота 145 670 в октябре до 122 875 в октябре. На этом завершается выпуск новостей индустрии. Сегодня и завтра вас ожидает следующий выпуск.